всем привет друзья с вами вула и это будет достаточно объемное видео потому что я поиграл во все мобы чтобы рассказать вам что в целом они из себя представляют но для начала нет никакой рекламы окунемся немного в историю зарождения такого жанра как моба а если точнее мультиплеер онлайн-баттл-арена на дворе 1998 год наш геймерский мир и начинает пополняться такими шедеврами как первый халп лайф фоллаут 2 baldur's gate резиденты в 2 ну и конечно же дальнобойщики а ну и разумеется starcraft и вот в чертогах местная редактора уровней рождается один из первых прародителей всем нам известных мобы игр а именно и но в страйв сам я лично ничего не могу сказать об этой карте потому что на момент выпуска мне было всего-то шесть лет но по своей сути и но в страйв было всеми нам знакомой карты с тремя линиями и управляемым лично вами героем если в нынешних дотах лол хоз и так далее волны крипов ходят небольшими кучками раз в 30 секунд то вы но в страйв это были сражения стенка на стенку огромной неискачаемой толпой мобов но это ладно по сути от старкрафта нам досталась только концепция самой карты а вот уже в 2003 году свет увидел warcraft 3 фразентрон и тут мы уже получили первозданную концепцию моба жанра пользователь юл зародил целый жанр когда выпустил в редакторе уровня варкрафта карту под названием дота и самый прикол в том что вот я уверен большая часть современных игроков даже не знает как расшифровывается аббревиатура дота дефон савэншенс или оборона древних или защита древних и вот тут уже маленький павлик застал рождение легенды хоть на тот момент у меня компьютер уже был но вот интернет для нас являлся чем-то далеким и неизведанным а чтобы провести локальную сеть между компьютерами в многоквартирном доме это был тот еще геморрой да и к тому же как родителям объяснить и чего это надо что еще на это нужно деньги потратить так что единственным способом во время поиграть с друзьями в доту оставались компьютерные клубы да 20 лет назад мы с одноклассниками очень много времени зависали там после школы игр там конечно было не так много но большинстве своем люди играли в gta 3 gta вайс сити half life кс кодина 6 quake 3 варкрафт ну и конечно же в доту честно признаться я был больше поклонником именно шутеров да и халва и кс практически всегда была запущена у большинства играющих а вот когда речь заходила rt стратегиях типа варкрафта starcraft или job of empires 2 я всегда отнекивался ну не нравился мне тогда такого жанра вот геймплей да и принципе сейчас не нравится чего врать но вот когда мне рассказали что дефон савэншенс это совсем другое я решил попробовать и мать его ашу это было она более того так как я очень долгое время оттягивал знакомство с дотой уже была доработана и выпущена почти что эталонная версия dot all stars там было что-то около сотни героев куча артефактов которые нужно было знать как комбинировать и сплавлять друг друга вот с того момента мне понравился жанр моба игр не только потому что это было что-то новое набирающая популярность а потому что мой мозг кайфовал от получения такого количества информации о всех предметах разных героях их способности их комбинациях и так далее в общем деньки были веселые уже примерно к 2009 году в нашем городе большинство клубов закрылась ввиду развитие интернета ну и того что компьютера стали повсеместно появляться почти у всех но и опять же 2009 год стал переломным моментом в развитии моба игр ибо в 2009 выходит первый официальный представитель среди моба игр да по факту первую доту полноценной игрой считать нельзя потому что по своей сути это был просто мод для варкрафта близи конечно ввиду своей недальновидности проебали вспышку которая между прочим горела не день не месяц и не год около шести лет поддерживали первую доту чем валвы воспользовались запатентовав торговую марку дота но вот разработчиков и редакторов первой доты переманить удалось не всех и да как вы поняли речь сейчас пойдет не о доте 2 первым официальным представителем жанра моба стала именно лига легенд хоть и среди моих знакомых большинство дает предпочтение именно второй доте я знаю что лига является самый популярный в жанре моба во всем мире до дота 2 имеет самые большие призовые на турнирах но это не отменяет того факта что по всему миру больше распространена именно лига какой-то мере возможно это просто из-за того что большинство азиатских игроков играет в нее но что есть то есть в общем с исторической справкой закончили я не думаю что вам интересно в рамках данного видео знать о всех фактов создания первой доты лиги и так далее знать все имена даты полностью расписывать последовательность поэтому переходим к сути видео хоть я и сказал что лига легенд популярна во всем мире странный сангета наверно касается в меньшей степени и как минимум для меня одной из причин является их лаунчера точнее теперь их уже два чтобы зайти в лигу нужно сначала зайти в лаунчер риад потом уже откроется лаунчер лиги через него когда уже найдете катку игра запустится в новом окне возможно в этой всей ебле есть какой-то сакральный смысл но мне его не понять а еще не понять почему нельзя просто взять и поменять регион на котором играешь потому что по факту у лиги ограничения по регионам и окан что вы качали на ру регионе вы не можете использовать на евро вроде бы как есть перенос но там теряется куча прогресса рейтинг и прочее задумался и об этом потому что на ру регионе у меня очень долго искались игры и это при том что я играл на выходных по большей части в общем первое впечатление от игры у меня уже складывались не очень потому что я были со всеми этими лаунчерами которые к тому же еще ни капли не интуитивные а душ и идем геймплею и первое что бросается в глаза это разумеется анимешная стилистика и большинство людей наверное отталкивает именно это но я не вышли так что мне как-то похер а вот над что лично мне не почер так это на саму карту и она чересчур насыщены зелеными болотными всякого рода блевотными оттенками если в доте карта с разных сторон выглядит как бы по-разному то в лоле все эти оттенки прям приедаются сливаются друг в друга и получается какое-то непонятное месиво хотя в какой-то мере отдает духом старой доты в которой тоже не хрена нельзя было разобрать персы сливались карты крипами деревьями в замесах вообще нельзя было понять что происходит реально сейчас смотря на первую доту вообще не могу понять как мы в это играли но это не важно в целом это та же карта те же линии башни и крипы разве что на реке теперь вместо рошана стоит на шор к реке на водопой приходят драконы в лесу стоят кемпы которые дают усиление и по факту лига как бы является идейным наследником дефенсов эншенс только с дополнительными приколюхами наподобие кустов в остальном же лол на данный момент самая приближенная классической доте моба потому что дота 2 но очень сильно изменилась а вот другие игры на них позже в целом то и в лиге относительно классики изменений хватает для начала это чемпионы понятное дело мы не говорим о том что это уже непривычный нам герои варкрафт это другая вселенная тут и хочу затронуть именно аспект доступности вместо того чтобы иметь доступ ко всем чемпионам лига предлагает нам их покупать за внутриигровую валюту либо за донат форме на героев придется очень долго поиграть разумеется вам будет на ком в любом случае бесплатный пул чемпионов обновляется раз в неделю но чтобы пойти в рейтинговые игры нужно иметь насколько я помню как минимум 20 чемпионов еще 30 уровень аккаунта вот бесплатные чемпионы тут не учитывается этот весьма стремная херня получается потому что моя сугубо личное мнение что пока ты не поиграешь на персонажа хотя бы раз ты о нем ничего не знаешь дальность его способности комбинации сильные слабые скиллы а вот все эти нюансы когда вы играете против этого персонажа о котором вы ничего не знаете очень сильно мешают возможности поиграть это персонажа попросту нет а чтобы накопить на нужного чем по нужно дать просто немерено времени а каждый персонаж стоит по-разному и ценники я скажу там немалые еще одним изменением стал сам геймплей в отличие от доты по моему мнению геймплей в лол гораздо быстрее способности применяется намного чаще более того способности это чуть ли не основной способ нанесения урона в игре и способности в большинстве своем направленные в то время когда дота 2 имеет по большей части таргетированные скил и либо пассивки в лиге почти каждому чемпу есть что запустить врага а соответственно и есть чем промазать поэтому грамотная главная метка использования своих способностей сделает вас тут действительно сильным игроком причем неважно на ком вы будете играть потому что на способности также очень сильно влияют предметы в то время как дота этого лишена геймплей лиги основан на усиление не столь вашего персонажа сколько его способностей все способности в той или иной степени имеют усиление от силы атаки или силы умений таким образом даже клейту какой-нибудь насосу или вейгар будут выдавать чуть ли не ваншоты ну разумеется при должном фарме и прокачки таким образом ттк в лиге получается очень низкие а соответственно решение принимать приходится очень быстро права на ошибку в игре практически нет замеса 5 на 5 заканчивается буквально за секунды а если одна из команд начинает сноуболить то закомбычи становится практически нереально а так как предметы и уровень дают больше силы скиллам то чем больше начинает какой-нибудь фидер мидить тем меньше становятся ваши шансы на победу следующей фишкой в игре стали руны а руны это специфические страницы с усилением персонажа насколько я помню раньше они были другими там было что-то вроде ветки развития в которые вы вставляли гемчики которые бустили на определенный процент вашей характеристики сейчас эта система изменилась я не буду разумеется вам рассказывать что тут и почем но сам факт наличия рун говорит о том что игра у вас начинается еще на стадии до поиска игры вы можете заготовить несколько вариантов страниц с рунами а во время выбора чемпионов выбрать ту которая будет более благоприятной именно для текущей катки таким образом получается что одного и того же персонажа можно развивать совершенно на разных ролях я все же считаю что в отличие от доты в лиге вариантов раскачки одного и того же героя гораздо больше чем в доте более того в доте большую часть персонажей вообще нежелательно использовать на какие-то роли непредназначенные для них так что в целом мое мнение о лиге такое быстро и динамичная моба в которой нет места ошибкам если вы собираетесь влиться в лигу легенд приготовьтесь много задротите на персов быстро реагировать на ситуации на карте ну и конечно же смотреть классной синематики по героям вот тут рио там просто аплодирую стоя наверное каждый персонаж и в лиге при выходе получает просто невероятно красивый трейлер да и в целом всякий вент или обновы представляется публике ну очень эффектно но мы идем дальше а вот теперь давайте поговорим о всеми в снг любимой доки 2 хотя любимый тут громко сказано так что сойдемся на слове предпочитаемый и хоть я лично застал эпоху развития первой доты как таковой дота 2 меня зацепила ненадолго хоть у меня и на игры на 1000 часов но по меркам доты я на уровне примерно чуть выше новичка играть в целом умею большинство героев знаю скиллы знаю предметы и механики знаю но опыта все равно очень мало и зайдя в игру после долгого перерыва я сейчас очень сильно удивился тому как игра сильно поменялось если вы как и я давно забросили игру вас ожидает огромное количество изменений не буду очень сильно заострять внимание на каждом аспекте просто очень быстро пробегусь потому что я заметил за несколько дней игры во первых кучи героев были изменены не в плане внешности а вот в плане способностей более того аганимы теперь улучшает наверное всех героев я точно не уверен может быть каких-то персонажей обделили но судя по тем героем на которых я отыграл вот не помню чтобы к примеру кентавр превращался в средневековую такси повозку во вторых карта изменилась очень сильно да это все та же карта с тремя линиями лесом башнями крипами но теперь по краям карты есть еще расширенные зоны где стоят лесные кемпы в некоторых местах на карте появились стационарные варды на боковых линиях появились колодцы с цветами которые хилят и восстанавливают ману а также порталы для быстрых перемещений слайна на лайн рушпит теперь стоит не в центре карты на реке а там уже возле порталов и рашпитов теперь два этот мудилы днем стоит на стороне света ночью на стороне тьмы и еще я заметил вот не знаю насколько это правда но мне показалось что лесников как таковых теперь в игре нет потому что за все игры что я отыграл команда в основном играли по тактике 212 а лес чистился там мейнкорами саппортами в остальном же все механики остались плюс-минус теми же самыми характерными для доты динай крипов стаки лесных кемпов от воды руны и так далее хорошо ли повлияли изменения на игру это вам расскажут те кто все время проводит в игре я расскажу что мне показалось что игры стали дольше за несколько дней что я поиграл не было наверное не одной катки меньше 40 минут и это наверное была первая катка в которой нас со старта ливнул сф и мы всю игру куковали в 4 лица что кстати тоже херня полная ибо за столько времени существования игры никак не смогли добавить суренд и ладно если еще у вас кто-то ливнул то можно выйти через пять минут игра не засчитается а если у вас в тиме какой-то имбецил вместо того чтобы помогать команде ходит во время замесов и занимается своими делами тут уже ливнуть не получится а суренд в игру не завезли и некоторые могут сказать что ну это редкость но я скажу что у меня такое случилось вот во второй же катке дк просто занимался своими делами всю игру даже когда нам уже активно сносили бараки и заходили в трон но это ладно в доте всегда было так из-за большого количества играющих очень много подпивасов школьников через свешных неучи ливеров нытиков вам каёбов и так далее а все из-за того что в игре есть голосовой чат это самое страшное что есть в доте голосовой чат в игре по делу используют наверное единицы большинстве своем к середине игры хочется замутить половину союзников если сравнивать в этом аспекте всем оба игры то дота 2 самая социальная но с одновременно с этим она самая токсичная потому что зайдя в доту ты всегда сможешь узнать кто твой настоящий отец но это все лирика вернемся к игре еще из изменений я заметил новый подтип героев универсальные если раньше все герои делились на силу ловкость и интеллект то теперь еще есть и универсалы которые как я понял получает равный прирост от всех характеристик независимо от того какую характеристику в предметах вы качаете но единственное что осталось неизменным в игре это влияние предметов на персонажа да прокачка характеристик по-разному усиливает вашего перса то есть силы увеличивает хп и восстановление ловкость броню и скорость атаки интеллект ману и восстановление маны но вот способности у персонажей как имели определенный урон так и будут иметь его до конца игры что на мой взгляд очень плохо сказывается на геймплее это сугубо лично мое мнение но вот система скиллов лиги реализованы гораздо лучше о чем я сказал было недавно потому что сила способности растет по мере роста характеристик персонажа в итоге скиллы даже в конце игры востребованы в доте же в конце игры очень сильно востребованы персонажи которые могут бить лица с руки потому что способности потом уже не вносит достаточного импакта в игру до контроль и дебаф противников никуда не денется это всегда хорошо но те персонажи что в начале игры были сильны из-за своих прокастов эти становятся гораздо менее смертоносными наверное это один из аспектов который заставил меня бросить доту но не главный просто вот вот эта вот вся фишка с растягиванием урона очень сильно удлиняла игры и я говорю сейчас вот игры что я даже отыграл несколько дней меньше 50 минут не было ни одной но как бы то ни было у доты в отличие от всех представленных игр в этом видео есть бесспорный плюс это то что все персонажи доступны для игры сразу во всех же остальных играх персонажей нужно покупать за игровую валюту либо за донат а соответственно поиграть на том персонаже на котором ты бы хотел сразу не сможешь тут конечно можно было отметить что из-за этого многие в доте играют на всех подряд и в итоге не умеет играть нормально никем а такая механика с покупкой персонажей как бы заставляет игроков играть на купленном герою пока вы фармите на следующего но это не минус доты как таково это как раз таки минус людей которые играют в нее буквально пару минут назад я описал проблему в лиге с героями но вот в доте такой проблемы нету вы будете играть на ком хотите когда хотите целом же дота как и была так и осталась хорошей игрой который очень интересно изучать которая постоянно меняется иногда в лучшую сторону иногда в худшую но не всегда останется самый главный минус это одно из самых токсичных камню нити а вот следующему могу мне пришлось постигать с нуля heroes of the storm это как раз то что получилось когда близзы просрали вспышку но так как жанр моба набрал популярность нужно было что-то сделать свое и как оказалось сделали этот я прям очень сильно удивлен потому что сделали не то что свое а прям свое до мозга костей ибо ход сильно отличается от предыдущих представителей мобы игр самое главное что стоило сразу понять в игре когда я начал ее постигать это то что игра максимально командная вы скажете что и дотус лига командные но нет ход же просто-напросто лишён всех тех прелести которые все вот так любите да 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 долгий нудный фарм предметов именно это составляющие делать другие мобы соло зависимыми если вы на роли мейн-кэри херово формите у вас нет предметов если у вас нет предметов вы сосете на лайне если вы сосете на лайне ваша команда проигрывает вот и суть командной игры в доте или лол от результативности одного игрока влияет результат всей команды хотя же нет вообще фарма и предметов как таковых а опыт у вас вообще командный и даже если вы на лайне сидите дрочите то на другом конце карты ваши союзники отрабатывать за вас но это если говорить утрированно да и в целом ход сломает вообще в принципе стереотип о картах в мобах, потому что тут не карта, а карты. И в каждой нужно заниматься какими-то своими вещами для того, чтобы прийти к победе. Это еще дополнительно разнообразит геймплей. В то время как в доте или лиге из игры в игру меняются только герои, то в ход меняется еще и карта, под которую могут не подходить некоторые персонажи, другие наоборот могут вносить больше пользы. И я не имею в виду режимы как типа билити драфта в доте или арам в Лиге Легенд. Именно в основном режиме вы никогда не знаете на какую карту попадете. Это может быть карта, в которой нужно захватывать проклятие, чтобы проклинать вражескую команду. Это может быть карта, в которой нужно захватывать точки, чтобы активировать огромного робота для того, чтобы им ходить и сносить вражеские постройки. Или для того, чтобы возродить огромного дракона и также на нем вселиться в него и сносить вражеские постройки. В общем, карт хватает, поиграть всегда есть на чем, Это всегда интересно А теперь некоторые еще зададутся, наверное, вопросом Если же в игре нет предметов И все качаются как одна команда Чем же развивать своего персонажа? И тут уже вступает в игру таланты На определенных уровнях Вы будете получать возможность выбирать таланты Которые каким-либо образом усилят, улучшат Или изменят ваши скиллы А на 10 уровне дадут выбрать на выбор Один из двух ультимейтов В итоге получаем, что кроме того, что у вас есть куча персонажей Каждый персонаж может отличаться от игры в игру И тут уже речь идет не о предметах, как в Лиге или Доте Тут уже именно скиллы будут работать по-другому Ну а теперь о персах И в Ходсе собрали всех героев с привычных нам вселенных Тут есть и знакомые игрокам Доты персонажи Типа Сильваны, Джайны или Стишка Так есть и герои из других вселенных Тайку, Сабатур, Керриган из Старкрафта Диабло Тирайль Азмодан из Диабло А также есть всеми нам любимыми персонажами из порно Но, как и в Лиге Легенд Персонажи придется зарабатывать долгим и упорным гриндом Потому что персонажи платные Хотя, я не знаю, стоит ли вообще начинать играть в Ход Потому что вроде как поддержку игры Близзы прикрыли Поэтому даже задонатить в игру вы не сможете Единственный способ как-то получать персонажи Это внутриигровое золото Которое фармится ну оооочень медленно Просто чтоб вы понимали В среднем вам дают за проигрыш в бою 50 монет За победу 75 Да, конечно, у вас есть ежедневочки, которые тоже в среднем дадут вам ну тысячу Но вот и цена на одного героя 10 тысяч Да, есть, конечно, некоторые герои, которые стоят поменьше, но их немного В основном все герои стоят по 10 косарей И поверьте, зарабатывать это ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ ДОЛГО ДОЛГО Ну, а также есть еще контейнеры, с которых можно с каким-то шансом получить героя Но по большей части падают всякие скины, эмонди, аватары и прочая хуйня Да, популярность у игры явно уступает предыдущим нашим кандидатам Однако Стоит отметить, что игры я искал в среднем по минуте Но опять же, я не говорю про рейтинговые игры, потому что рейтинг у меня там пока не открыт Но вот не знаю почему, в доте или лиге катки ищутся гораздо дольше Ну, если в лиге хотя бы понятно, потому что там разные сервера Ты не можешь выбрать, на какой подключаться То есть ты к какому региону привязан, к такому играешь А вот в доте непонятно Огромное количество людей, но катки один хрен ищутся очень долго Ну, а теперь о небольших минусах пройдемся Потому что в ходсе тоже есть свои условности, которые... Я уверен, что наоборот, некоторых привлечет этот минус Но все же ход слишком простой Я бы даже сказал казуальный Тут нет такой запары с фармом, предметами, каким-то грамотным, размеренным позиционированием на карте То есть лично от вас мало что зависит Но при этом в игре постоянно какой-то махач Нередки ситуации, когда просто на первых же минутах обе команды собираются на миду И начинается лютая пизделовка Это прямо отдает духам той старой первой доты В которой вместо командной игры на лайнах мы шли просто на мид и херачились там Потому что, ну, пока не поняли, что тут нужно делать А здесь просто такой геймплей Это нормально здесь прийти просто в начале игры и сразиться на миду Это просто игра, в которой вы постоянно используете скиллы почти без остановки Постоянные убийства, смерти, воскрешения Снова стычки на обжективах А их много из-за разных карт Но, как я и сказал, ход пока что не поддерживают Хотя, черт его знает, может после покупки Blizzard майками Они что-то сделают, профинансируют или простимулируют команду разработки Но это не точно Еще я хотел в этом видео затронуть такие проекты, как Смайт, Парагон и Предсессор Но потом, пораздумав, я решил этого не делать Потому что, хоть они тоже мобы, они очень сильно отличаются от того, что вы слышали в этом видео Ибо это уже мобы от третьего лица, и играются они совершенно иначе Непосредственно управление персонажем, в отличие от вот изометрических доты, лола или ходца Дает вам просто несоизмеримо большее погружение в игровой процесс Но при этом и накладывает большие ограничения и зависимость от скилла В то время как в доте, к примеру, вам просто достаточно кликнуть мышкой по противнику В мобах от третьего лица, типа Парагона, уже придется каждый выстрел, каждый удар Или каждую способность направлять на цель вручную Поле боя вы также видите только перед собой Если вы за метре, вы можете заметить, что на вас кто-то выходит От третьего лица вы сможете увидеть противника только когда повернетесь на него Ну или только тогда, когда он уже в нас непосредственно напрыгнет Если хотите, я могу сделать такой же разбор по этим мобам Но они не очень популярны Смайт имеет свои проблемы, хоть и, ну, имеет стабильный онлайн там что-то около 9 тысяч человек Парагон и предецессор это вообще, можно сказать, одна игра Которая когда-то в 2018 году закрылась, а потом ее попытались воскресить Потом опять закрыли и теперь уже снова воскресили аж два раза Парагон это как тот черный анекдот про стюардессу Так что, подведя итоги данного видео, хочется отметить то, что, ну, конечно, я не упомянул о Heroes of Nevers Но игра официально закрыта, так что я ее решил не трогать Ну и, разумеется, всякие мобильные мобы наподобие League of Legends Wild Rift, Vainglory или Mobile Legends Bang Bang Я тоже не рассматривал, ибо мобилки вообще не моя компетенция Таким образом, получается, что в данный момент выбор у нас есть только из трех проектов Если хотите что-то простое, то вам в Ходз Если хотите что-то сложное и быстрое, вам в Лигу Если вы хотите что-то киберкотлетное, то вам в Дотку Но все это и есть свои недостатки Ходз – труп, Лига для геев, Дота для школьников Я же после моба третьего лица больше не могу смотреть на изометрические мобы Как по мне, жанр себя изжил, как и в давние времена жанр РТ-стратегий Конечно, и в Доту, и в Лол, и в Ходз будут продолжать играть Не потому что они что-то новое привносят, а потому что люди слишком привыкли им Просто жаль бросать и начинать изучать что-то новое Та же ситуация и со всеми играми про танки, КС-ками и прочим Игроки в наше время слишком зависимы от игр, в которые потратили много времени и денег Ну, а на этом все, друзья Спасибо, что досмотрели это видео до конца Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы И играйте только в хорошие игры Всем удачи, всем пока Как по мне, жанр себе изжил, как вот в давние времена жанр РТ-стратегия Сука, да шо ж такое-то Как по мне, жанр себе изжил, как вот в давние времена жанр РТ-стратегия Продолжение следует...